Предприниматель не может быть один. Ему станет очень плохо. Очень крутой бизнес-клуб. Аудитория реально не та. Вы, конечно, испортились. Мне не нравится, не хочу. Это сообщество развалится через год. В этом выпуске мы должны были полноценно рассказать о том, зачем нужны бизнес-клубы и для чего, собственно, предпринимателям в них вступать. Мы записали интервью с представителями двух бизнес-клубов, Трансформатор и еще одним. И после того, как итоговый выпуск вот эти еще одни посмотрели, они сказали, что они отзывают свои комментарии, потому что все это выглядит не объективно. И вообще перетягивание одеяла в сторону Трансформатора, а мы выглядим как гадкие утята. Хотя, разумеется, это было не так. Если вы смотрели любой наш сюжет, то вы знаете, что мы как независимые журналисты всегда объективно подходим, задаем вопросы и ни на кого одеяло не перетягиваем. А те, кто декларирует изначально открытость и искренность, они на самом деле замалчивают свои слова, отзывая комментарии. Так что, друзья, в итоге получилось то, что есть. Однако, все равно достаточно много полезного контента вы сегодня увидите, а в конце еще и классный конкурс. Так что желаю вам приятного просмотра и, наверное, эмоциональной стабильности, которой не хватает представителям некоторых бизнес-клубов. Я тебе так скажу, что это уникальный проект. Правда, мы сделали очень крутой результат. В России мы сейчас номер один по количеству людей. А бизнес-молодость разве не больше? А у них нет никакого клуба, а сообщество давно закрыто. У сообщества? Нету сообщества, оно неофициальное, то есть нет вступительных взносов и так далее. То есть мы смотрим только на официальные клубы, где люди платят деньги за членство. Мы первые по количеству, мы первые по обороту. Сколько сейчас? Сейчас 280 человек. Каждый человек, который приходит в клубе, у него есть запрос. У кого-то есть запрос на тусовку, просто общаться с успешными людьми, кайфовать и напитываться этой энергетикой. Для кого-то это возможность найти партнеров, например. У кого-то это, не знаю, привлечение инвестиций, еще что-то. Но изначально мы ставим такую философию в клубе, что мы сделали тусовку для того, чтобы люди могли просто чувствовать себя офигенно. Ну а так там мастер-майнды, конечно, они разбираются. На мастер-майнд-сессии, где они задают вопросы, им тут же обратная связь идет. Это менторы. Люди вот приходят, которые на больших сценах наступают или до которых дотянуться невозможно. Они приходят туда, они выступают, они отвечают на вопросы, потом мы с ними ужинаем, там общаемся. Ну то есть есть еще сила в менторах. Сила в тусовках, например, какие-то там выездные встречи, секретные мероприятия, где они просто веселятся, как дети. Но эти дети миллионеры давно, и они от этого кайфуют. Люди понимают, что ценность в объединении, в усилении друг друга, в обмене опытом. И по сути бизнес-клуб это та площадка, где ты можешь прийти, получить опыт других людей, ты можешь дать свой опыт. Вы можете вместе, там 10 человек, 15, 20, 100, сделать гораздо больше, чем ты самостоятельно это сделаешь. Просто наш клуб небольшой. Мы стараемся, я стараюсь его сохранять вот эту вот такую семейную атмосферу. И все-таки просто заплатив деньги, человек не может прийти в клуб. Ну, не та история. Сколько сейчас народу в клубе? Ты говоришь небольшой клуб, это сколько? 50. 50 человек это небольшой считается? Это небольшой считается. В обычной жизни мне тяжело найти такое количество людей со мной на одной волне. Их мало. Они есть, но их там 5 человек может быть. А тут я захожу в клуб, и у меня сразу 60 человек, которые, к моему даже реально удивлению, стали моими друзьями. И вот это люди с одинаковыми ценностями и с одинаковыми целями. Самые крутые кейсы участников клуба, которые получились именно благодаря тому, что они члены клуба. Например, там самая крупная сделка между участниками. Один другому член клуба занял 100 миллионов рублей. Ему очень срочно это нужно было. Занял? Да, он сказал, без проблем. Займы, они, как правило, там присутствуют. То есть люди помогают, усиливают чем-то. Есть и инвестируют друг друга в проекты. Недавно, например, у нас есть Armada VIP-компания. Это частное охранное агентство большое. И они создали приложение, где можно как Uber вызывать охранников. И один из наших участников инвестировал в это 500 тысяч долларов. И они совместно это делают. Они объединяются, они работают друг с другом. Но такие кейсы, их достаточно много. Можешь немножко подробнее рассказать об этом процессе принятия в клуб? То есть как это происходит? Человек подал заявку на сайте. Что дальше? Человек подал заявку на сайте. Мы увидим, чем он занимается. Опять-таки, у нас есть некий финансовый критерий. Ты должен зарабатывать от десятки долларов в месяц личного дохода. Мы карточки не проверяем, чтобы людям было сразу понятно. Мы не лезем туда. Общаясь с человеком, ты понимаешь, зарабатывает ли он такую цифру или нет. Да элементарно заходишь, смотришь в Инстаграм, что там у него в жизни происходит. Где он бывает? Где он бывает, да. Вот так, друзья, готовьте Инстаграм. Он заполняет анкету. С ним общается наш куратор по клубу. Он по телефону первично общается с человеком для понимания, зачем клуб, что интересно. А туда ли он попал, собственно говоря. После этого у нас проходит, как правило, живая встреча. Чаще всего встречаюсь я. После встречи мы принимаем решение о вступлении или не вступлении в чеков клуб. Бывало, что ты отказывал? Бывало. Но если чек приходит, а на него, знаешь, уголовные дела висят на нем, я об этом все прекрасно знаю. Он говорит, я готов. Вот деньги. Но я говорю, sorry, нет. Бывало. Очень часто отказываем. Друзья, небольшое отступление. Знали ли вы, что знаменитый Биг Марк придумала не сама корпорация Макдональдс, а ее франчези? То есть предприниматель, который когда-то купил франшизу Макдональдс. И потом вся эта история, этот продукт распространился по всей сети, по всему миру. Так что не будь франчайзинга, не было бы и нами с вами любимого Биг Мака. Франчайзинг это круто. Будь как франчайзинг, качай успешные кейсы. Вот здесь плюс ссылочка будет в описании видео. Погнали смотреть выпуск дальше. Самый главный порог это 10 тысяч долларов в год. Это средний чек, по которому люди у нас вступают. У нас есть полтора миллиона, есть 450 тысяч. Примерно это 600 тысяч. И поэтому я думаю, что люди без денег, они не готовы будут заплатить за то, чтобы прийти в клуб. И как правило, это самый лучший идентификатор того, что у людей есть деньги. Два варианта участия, 4 тысячи долларов и 6 тысяч долларов в год годовой абонемент. Это порядка 20 встреч клубов в год. Принципиально чем отличаются эти два пакета? Количеством встреч. У нас есть несколько форматов встреч. Есть большие встречи, где приглашенные менторы, где мастер-майнды, где вечерняя шоу-программа. Это длится с 10 утра до 12 ночи. Человек ни за что дальше не платит. Знаешь, давайте скинемся на ресторан, на еще чего-то. То есть мы полностью закрываем человека потребности. От аренды площадки качественной, заканчивая стаканом виски последней, который выпивает он. То есть мы полностью все это обеспечиваем за эту цифру. У нас есть бизнес-заттраки. Думаю, понятная история. Мы берем какого-то спикера, эксперта в какой-то теме, в какой-то нише. Организуем бизнес-заттрак. Он делится своим опытом. Разбираем какую-то тему, которая есть. Потому что часто бывает так, что у людей есть запрос на какие-то знания. Мы находим эксперта, организуем бизнес-заттрак. Пожалуйста, проводим этот бизнес-заттрак. У нас есть экскурсии в компанию. Обменяемся опытом, пытаемся понять, что у них интересного есть, что можно взять для себя. И это еще один формат встреч. Есть формат встреч, секретные встречи. Это когда мы людям говорим, ребят, встречаемся в 10 утра возле торгового центра Украина. Форма одежды спортивная. Что будет, непонятно. Получается, если чисто считать встречи, это порядка 20 встреч в год. На максимальном пакете. На максимальном пакете. Я себе взял не полный пакет, то есть я не хожу на бизнес-завтраки, в экскурсии компании, именно по той причине, что я не живу в Киеве. То есть это тогда, получается, надо несколько раз в месяц приезжать. То есть я приезжаю на основные встречи. Но при всем при этом я реально думаю перейти на полный пакет, включая все встречи. Потому что эти встречи несут для меня большую ценность. Если ты поставишь основным критерием сообщества заработок денег, то это сообщество развалится через год. Понимаешь? Они сожрут друг друга. То есть когда будет очень много говорить о деньгах, о цифрах и так далее. Или делать совместный бизнес и зарабатывать друг с другом. Мы ставим акцент, что у нас философия открытости, взаимопомощи, поддержки друг друга. То есть вот в таком плане. У нас есть философия, мы ее двигаем. Я просто объяснил для наших зрителей, что на фоне музыка, это как раз идет клубная вечеринка после бизнес-конференда. Да, у нас бывает, то есть у нас сначала идет какая-то образовательная, потом мастер-майнды. И потом это переходит в вечеринку. Причем если она официально там до 11, то бывает мы расходимся в 6 утра. Это нормально. Мы Лондон хотим сделать как отправной точкой всего Евросоюза. Ну, это отлично. Мы хотим отовсюду собрать людей, которые будут собираться сегодня в Лондоне, завтра в Берлине, послезавтра в Париже. Делать один клуб на весь Евросоюз, не только на Лондон. Мы сегодня с Андреем Федоровым обсуждали, и он хочет взять на себя Евросоюз. А ты вообще входишь в какие-то клубы, бизнес-клубы? Конечно. Какие? Первое, самое важное, это СУП, которое призвано менять образ предпринимателя, призвано создавать правильный инвестиционный климат, призвано объединять компании, которые были созданы не через приватизацию, не через воровство, а созданы в чистом поле. Кроме того, я вхожу во всеукраинскую рекламную коалицию. Я вхожу еще в клуб FBN. FBN Украина – это клуб владельцев семейных компаний, которым руководит Владислав Бурда. Это бесценный вообще опыт общения и развития для компаний, которые принадлежат семьям и которые думают о том, что, возможно, этот бизнес может быть передан по наследству. Есть еще один закрытый клуб, который я тоже очень люблю, который входит примерно, я бы сказал, с десяток семей. В общем-то, именно семей. И мы уже больше, порядка двух лет. Все эти люди, они, в общем-то, это украинские владельцы крупных бизнесов. И я могу сказать так, что вступить в него невозможно. Поэтому он этим и ценен, да, то есть, скажем, а прочитать о нем где-то тоже невозможно. Но только услышать на French TV хотя бы отголоски, концепции. О том, что он есть. Существует. А по какому критерию ты точно выгонишь кого-то из клуба? Я думаю, что обман другого члена клуба. То есть не члена можно? Нет, почему не члена тоже нельзя. Но, опять же, если это все будет, ну, до нас будет доходить. Потому что, ну, бизнес, ты же сам знаешь, что это всегда какие-то споры. И я смотрю на бизнес даже с точки зрения юридической. Ну, да, договора посмотрим, ну, там, ну, подайте в суд, там, и так далее. Но есть люди, которые не хотят заниматься этим, которые готовы давить, там, прессингом каким-то медийным и так далее. То есть я буду смотреть, что происходит, если я где-то могу быть полезен или могу как-то разрулить эту ситуацию. Но, как президент клуба, да, обман внутри клуба. И если это будут какие-то, там, разговоры со спиной, создание похожих продуктов, там, и так далее. То есть это у нас есть в правилах клуба, что нельзя создавать клубы. А участвовать в другом клубе? Участвовать в другом клубе можешь. Может? Да, пожалуйста. Есть такие люди, которые, там, кто-то в R2, например, и у нас. Но они заканчивают R2 и приходят к нам. Сейчас трансформатор-клуб, мне кажется, самый твердый продукт из всех клубов, которые есть. Есть между вами какая-то такая жесткая конкуренция? Я жесткая пока не вижу, она в любом случае есть. Но мы там открылись недавно, и мы стараемся громко о себе заявлять везде. Не всем это нравится? Не всем это нравится, естественно. Мне не сильно нравится, что некоторые из клубов там сильно упираются в финансовую часть. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, когда они берут всех подряд. Конечно, они зарабатывают на этом деньги, но при этом качество теряется. И нельзя всех подряд брать. То есть это не совсем правильная история, если это клубная система. То есть мне это не нравится. Но с другой стороны, мне нравится, что появляются клубы, это конкуренция. Конкуренция для меня лично, это их большой стимул. То есть я не могу спать, когда вижу, что конкуренты делают шаг вперед. То есть я хочу сделать два шага вперед, понимаешь? Для меня это большой стимул. Самый главный критерий – это качество аудитории в нашем случае. Мы не хотим быть клубом, который принимает всех желающих, которые готовы платить деньги. Может быть, просто потому, что полгода ему все. Ну, слушай, за полгода некоторые ребята сделали совершенно большой рывок и сделали там X2 у себя участников, например. Мы это могли сделать? Могли. Получаем сделки? Получаем. Но просто мы многим-то и отказываем. Но с точки зрения продукта, качества, мы бы потеряли бы репутацию сразу же. И люди, которые к нам приходили именно за качеством аудитории, сразу же к нам отвернулись. Не стоит забывать, что они оплачивают годовое участие. Это годовой абонемент. В конце года они скажут, слушай, чувак, ну, шлаг, короче. Аудитория реально не та. Вы, конечно, испортились. Мне не нравится, не хочу. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы клуб работал там десятилетия просто. У нас просто есть ребята, которые пришли к нам в клуб с других клубов. И приходят именно по качеству аудитории. То есть вы точно заявляете, что у вас там ребята зарабатывают десятки? А кто у вас там есть? Вот у нас там один парень пришел на встречу, говорит, просто я был в клубе. Я прихожу в клубе и чувствую себя уровнем там в плане бизнеса, доходов. Ну, вот прям вот крутой, короче. Вот реально на этом уровне. А здесь он пришел, говорит, блядь, здесь получается половина людей с водителями приехала. И как бы и моя там тачка не самая крутая. И я там по разговору чувствую, что разговор там совершенно другого уровня уже. Как бы для него это важный был критерий определения клуба. Тему конкуренции продолжая. Чувствуешь конкуренцию со стороны трансформатора Вимен и Кати за женскую аудиторию? Вы деретесь за женщин? Девочки в трансформатор-клубе мужском. Да. Такие девочки, что у них зубатка, мама, не говорю. Они чистокровные предприниматели, они мощные, они жесткие и они с мощным результатом все. И им вот эта девчачья тусовка, она как-то, наверное, не очень подходит. Хотя они бы, может быть, хотели. Поэтому Вумен Клаб это вообще новый продукт на рынке, потому что девочек раньше никто не объединял. И он построен на моде, на отношениях, на семье, на развитии, на личном бренде, на каких-то таких вот историях. И он такой весь ванильный такой. Он очень классный. Я туда прихожу, я себя чувствую там. Как дома на кухне? Да, такие бабочки летают там и так далее. А у нас это прям джунгли опасные. Опасные джунгли. У меня есть один очень крутой бизнес-клуб, называется Dodo Pizza. Там очень много классных участников, наши партнеры, предприниматели. То есть ты полностью прям вот в компании? Да у нас компания, она, во-первых, 10 тысяч человек работает в пиццериях. Там это 200 партнеров, которые все сильные предприниматели. Кто-то из IT, кто-то из менеджмента, кто-то занимался строительством домов. То есть там столько интересных людей, что это клуб очень интересный. Ты не видишь необходимости для себя быть где-то еще в клубах типа «Трансформатор»? Нет, у меня есть семья и бизнес. Тебе достаточно роста того, что ты получаешь от компании? Предприниматель не может быть один. Ему станет очень плохо, очень грустно, перестанет развиваться, перестанет проявляться какая-то мотивация и так далее. Мне кажется, что мы решаем очень большую задачу, которая просто делает людей счастливее. Это самая наша главная задача, чтобы они были счастливее. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал, если это так. У нас много классных интервью и сюжетов. Но несмотря на то, что выпуск был несколько усечен, как я сказал в самом начале, все равно мы получили массу разных мнений о бизнес-клубах. Но нам не хватает только вашего. Нет, правда, на самом деле не хватает. И мы, как обычно, поощряем интересные комментарии истории классными призами. У нас сегодня на кону телефон. Вот такой вот красненький, прям как моя футболочка. Хотя на самом деле он бело-золотой. И книга Дмитрия Партнягина «Трансформатор» с личным автографом, собственно, Димы для подписчика French TV. Их можно выиграть. Мы 20 июня проведем в прямом эфире розыгрыш. Что нужно сделать? Подписаться на канал, поставить лайк. И третье – это написать комментарий. Сегодня говорили о бизнес-клубах, о сообществе предпринимателей. Расскажите, что вы думаете по этому поводу. Нужно ли предпринимателям объединяться? Или это не всем показано? А то, знаете, сегодня как-то мы получили по большей части радужную информацию. Мол, нет недостатков у того, чтобы быть членом какого-то бизнес-клуба. Возможно, у вас есть свое мнение по этому поводу. Возможно, вы являетесь или были членом какого-то бизнес-клуба. Или ваши знакомые. Ну и так далее. Короче, пишите все, что думаете по этому поводу. А мы выберем наиболее интересную историю и разыграем, собственно, эти два приза среди наиболее крутых авторов. Дерзайте, друзья. Увидимся с вами ровно через неделю. Это Франч Ти Ви. До встречи. Пока. Франч Ти Ви